В 1928 году в Веймерской Германии начался судебный процесс по обвинению художника-экспрессиониста Георга Гросса в оскорблении церквей, а по сути в святотатстве. Его преступление заключалось в том, что для спектакля по солдату-швейку он изобразил распятие, только Христос на нем был одет в солдатские сапоги и в противогаз. Первая мировая война с ее газовыми атаками завершилась не так давно. Гросс утверждал, что этот образ означает страдающее человечество, которое лицемеры гонят на новую бойню. Его обвинители парировали, что, представив Христа в столь странном обличье, он тем самым надругался над символом священным для всех христиан. Одно из главных правил игры, которое существует практически в любом обществе, это правило обращения с сакральным, сакральными образами, сакральными предметами. Теми, которые действительно для всех окружены ореолом почтения или теми, которые уже утратили, по сути, этот статус, но кто-то стремится вернуть их на пьедестал и вновь оградить от сомнений, тем более от насмешки. Нам в России сегодня и то, и другое прекрасно знакомо. В 2016 году в французском сатирическом еженедельнике «Шарлейбдо» вышел карикатура, на которой был запечатлен Свято-Троицкий собор, входивший в комплекс российского духовно-культурного центра, незадолго до того, торжественно открытого в Париже. На этом рисунке, как мы видим, рисунки, которые из статья, где он появился, высмеивавшими использование церкови как инструмента политики, купола собора предстаются лицами президента Путина. В качестве ответа возмущенный председатель комитета Государственной думы по науке и образованию Вячеслав Никонов заявил, что если бы дело было в России, то этот кощунственный рисунок явно был бы запрещен по статье об оскорблении чувств верующих. Проходит два года. В Никола-Ленивце на Масленицу художник Николай Полийский сжигает, не одинца товарищей, 30-ти метровое деревянное сооружение, напоминающее по форме готический собор. Сама огненная акция называется «Пламенеющей готикой» по названию того стиля, который здесь хорошо видно. Сразу же поднимаются голоса «Зачем жечь церковь?» А представитель московской патриархии подчеркивает, что христианские образы должны быть ограждены от такого рода акций. Полийскому приходится оправдываться, объяснять, что костел это вовсе не костел, что у него нет алтаря, и что никакого антиклерикального посыла в этой акции не было. И распятие, которое Георг Гросс превратил в антивоенную проповедь, и готический собор с устремленными к небу шпилями, пусть даже они горят, отсылают нас к западному средневековью. И средневековье вспоминают чрезвычайно часто вообще в любых спорах, посвященных тому, как можно, а как нельзя обращаться с сакральными символами. Кто-то, стремясь защитить святыни от поругания, апеллирует к каноническому праву, большинство норм которого были сформулированы в средние века. Кто-то, наоборот, защищая свободу творчества или секулярные ценности в разных их измерениях, наоборот, сетуют на возвращение нового средневековья. Но если мы взглянем на само средневековье, то мы увидим, что там в эпоху практически тотальной религиозности священная в разных его проявлениях гораздо чаще, чем мы можем себе вообразить, встречалась с низким, смешным, телесно-непристойным, и эта встреча вовсе не всегда была конфликтной. Смех над духовенством, а порой и над какими-то церковными установлениями звучал не только извне церкви, например, со стороны каких-то теоретических движений, но и изнутри, из-за самих клериков. Одно из самых ярких свидетельств такого взаимодействия служат маргиналии. Небольшие, часто комичные рисунки, украшавшие поля множества рукописей. Будь то даже псалтырии, часословы, молитвенники, библии или что-то еще. На этих изображениях чрезвычайно часто сакральные сюжеты, вот как здесь изображение «Тайной вечери», встречаются, соседствуют с фигурками или сценками, которые, если не высмеивают, то, по крайней мере, пародируют духовенство. От простых священников и монахов до попримских, как вот здесь мы видим осла, одетого в папскую тиару. Или здесь сверху ногой епископ что-то объясняет, увещевает, за что-то ругает монаха, пускающего газы. Более того, маргиналии порой поднимают руку не только на духовенство и иерархию, но и на сами церковные ритуалы, а порой даже на таинство. Здесь обезьяна-епископ, за ее спиной дьякон-обезьяна, освящают церковь. А здесь обезьяна-епископ служит мессу, но вместо гостей, то есть пресного хлеба, который присуществляется в тело Христова, возносит над головой обезьян ниже черепа. Конечно, можно предположить, что такого рода изображения появляются в каких-то еретических манускриптах или рукописях, создававшихся какими-то ремесленниками-антиклирикалами. Но, в общем-то, это не так. Такие же или похожие на них изображения в огромном количестве встречаются в роскошных, редких, мало кому доступных манускриптах, которые заказывали в том числе и князья церкви – аббаты, епископы, кардиналы. И во многом, хотя не всегда, это был своего рода смех для своих, а потому безопасно. Если пойти дальше и отойти уже от этих рукописей, которые действительно мало кто видел, а потому мало кто боялся, то мы увидим, что средняковый прихожанин, заходя в храм, часто мог увидеть образы, которые по своей натуралистичности или вообще по сюжетам, которые они затрагивали, на сегодняшний день едва ли представимы в сакральном пространстве. Один из примеров, встречающийся регулярно в романских храмах от Испании до Ирландии, так называемые эксгибиционисты, то есть изображения мужских или женских фигур, которые выставляют на показ свои половые органы – фаллосы или вульвы. Историки, конечно же, спорят о том, откуда они взялись, что они означали, требовались ли они для того, чтобы обличать пороки плоти или, как многие предполагают, служили своего рода амулетами, защищавшими прихожан и само здание от сил тьмы, бесов и дурного глаза. Вынесем это за скобки. Важно то, что такие изображения, а они чрезвычайно многочисленные и чрезвычайно разнообразны, встречаются не только снаружи храмов, чаще всего, но и внутри, в сакральном пространстве, недалеко от хоров, недалеко от алтаря. Как, скажем, вот эта фигура из церкви Святой Родегонды в городе Пуатье во Франции. Давайте на секунду остановимся. Когда мы представляем себе средневекового художника или скульптора, взявшегося за визуализацию какого-то сакрального сюжета, нам точно же видится клирик-эксперт или клирик, что важнее, цензор, стоящий за его спиной. Конечно же, это так, но не совсем. В эпоху, когда христианство остается важнейшей рамкой интерпретации, а церковь является, несмотря на все эритические движения и критику, главным модератором сакрального, для мастеров остается достаточно широкое поле свободы в том, как именно визуализировать истины, о которых проповедует церковь. Да, конечно, в каком-нибудь XIII веке могут спорить, можно ли или нельзя изображать Христа, прибитого как кресту, не четырьмя, как это повелось истори, а тремя гвоздями, и не ересь ли это. Или в конце XIV столетия канцлер Парижского университета Жан-Жерсон критикует изображение Девы Марии с младенцем, такие трехмерные складни, открываешь, а внутри троица. И не наведет ли, задается он вопросом, кого-то из простецов это на мысль, что через Деву Марию в мир пришел не только Бог-Сын Христос, но и Бог-Отец и Святой Дух, что является ересь. Но, несмотря на это, такие сомнения, даже если они звучали из уст богословов и церковных иерархов, оставались все-таки чаще всего их мнениями. И мы почти не найдем примеров того, чтобы какие-то образы централизованно изымались, собирались, клались на подводы, куда-то отвозились, сжигались, и вообще такого рода централизованных компаний против визуального. Да, средневековые клирики активно сжигали писания еретиков и порой писания иноверцев, как, например, Талмуд во Франции 13-го столетия. Но контроль над словом был намного более жестким, чем контроль над образом. Когда эта ситуация начинает меняться? Опять же, вопреки тому, что мы можем себе представить, это уже происходит за пределами Средневековья в раннее новое время. В XVI век происходит несколько сломов. Во-первых, конечно, тогда наряду с огромным рядом, с огромным континентом христианского сакрального искусства, христианской иконографии, появляются сначала небольшие островки, а потом целые архипелаги светского искусства, светских жанров, на которые церкви требуется дать какой-то ответ. Еще более важно то, что в это время происходит церковный раскол. Впервые после разделения католической и православной церкви в XI столетии по единству христианского мира наносится такой удар с появлением протестантизма. Протестанты, лютеране, кальвинисты, англикане и другие не только подвергают радикальной критике папства церковь как институт, но и ставят под сомнение всю систему, все техники спасения от культа образов и культа святых до самих таинств. И еще важно, что в отличие от более ранних херетических групп, протестанты в XVI столетии могут обрушить на католическую церковь, хотя она тоже отвечает им взаимностью, всю мощь современных для того времени медиа, печатного станка и гравюры на дереве. То есть техники, которые позволяют быстро, а значит дешево и социально доступно, тиражировать изображение. И разворачивается настоящая карикатурная война между протестантами и католиками, одно из свидетельств которых мы видим здесь. Это протестантская гравюра из Нидерландов 1566 года, где католическая месса предстает как насквозь лицемерное действие. Здесь есть лисы-священники, здесь есть алтарь, на котором вместо Христа, Девы Марии или кого-либо из святых изображен Иуда Искариот, апостол-предатель, которому якобы поклоняются католики. В ответ на эту тотальную атаку, поставившую под сомнение легитимность всей институциональной церкви и ее институтов, католические клирики становятся гиперчувствительны по сравнению даже с средневековым к не только критике, но и насмешке в свой адрес. Если в Средневековье легко представить себе, их было полно изображений страшного суда, где преисподние рядом с другими сословиями жарятся, варятся и всячески истязаются и духовенство. Священники, монахи, епископы, папы, потому что они тоже люди, потому что они тоже грешат и, естественно, в аду тоже встречаются. В эпоху идеологического столкновения с протестантизмом, когда подвергать авторитет клира сомнению уже намного опаснее, в новых изображениях страшного суда XVI-XVII веков они постепенно растворяются, а на старых их часто замазывают и убирают. Католические богословы, как, например, лувенский профессор Иоанн Маланус или архиепископ города Болонии в Италии Габриэль Палеотти, начинают создавать, опять же, немыслимые в Средние века толстенные фолианты, труды, в которых мелкой гребенкой проходятся почти по всем сюжетам церковной иконографии, чтобы отделить истинные от сомнительных, сомнительные от опасных и сформулировать, какие меры следует принять. Причем их взор обращается не только на образы откровенно-еретические, как, скажем, какая-нибудь протестантская картина, на которой бы дьявол рожал Папу Римского, но и на образы лишь потенциально опасные при неверной интерпретации, как, скажем, если кто-то изобразит демона в священническом облачении, который крестит младенца. Кто-то может решить, что демон-священник – это священник дурной, а значит, крещение, совершенное дурным священником, недействительно, а это ставит под угрозу, опять же, и авторитет духовенства, и вообще спасение массы верующих. Появившаяся в раннее новое время цензура обращена не только к новым изображениям, но и к древним. В XIII веке в Страсбургском соборе изображается на капителях сценки из популярнейшего в средние века эпопеи, популярнейшей эпопеи о Лисеринаре, где звери, рядясь духовенством, хоронятся его собрата, несут кресты, несут свечи и даже служат мессу. В XVII веке, когда Страсбург присоединяется к Франции и возвращается из протестантизма обратно в католицизм, эти изображения сбивают, и они сохранились только на гравюре. Тот градус смеха с его антиклирикальными нотками, который был вполне мыслен в храме в средневековье, в раннее новое время, в условиях тотального противостояния с протестантизмом, уже неуместен и даже опасен. Из этой истории можно извлечь несколько уроков, но я остановлюсь только на одном. За многие века христианские образы обрели второе измерение. Конечно, они принадлежат священной истории, церковной доктрине, являются объектами почитания, но при этом они настолько плотно инкорпорировались в наш общий культурный словарь, что принадлежат уже всем. И видно это хорошо, как вот эти ангелы из рекламы некого дезодоранта, вышедшие несколько лет назад, в ЮАР она была вовсе запрещена, а в России снабжена такой осторожной надписью, что ангел — это как бы не совсем ангел, а фантазийный образ идеальной девушки. На всякий случай. Задача, и задача на самом деле это вовсе неоднозначная и непростая, состоит в том, чтобы найти компромисс между уважением к сакральным образом, который для многих значимый, и правом на то, чтобы их переинтерпретировать, смотреть на них по-другому, а значит порой и их заземлять, и над ними в том числе и иронизировать. Потому что никакие верования не могут быть вне критики, а на сакральные образы ни у кого нет копирайта. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...